Как сохранять спокойствие в любых обстоятельствах? Да, это важный вопрос. В особенности, когда обстоятельства очень сложные. Как управлять своими эмоциями? Вы знаете, я вам скажу такую очень важную вещь одну. Научитесь управлять своими эмоциями не тогда, когда они вас уже понесли в разные стороны, и когда вы уже не можете ими управлять. Вот есть яхта. Вы знаете, у каждой яхты называется, по-моему, это киль, не киль, что ли, забыл, как это называется. Но суть в том, что есть такой противовес у днища. Он тяжелый очень. Знаете почему? Потому что парус, и это ветер, если не будет вот этого противовеса, он просто перевернет яхту. А когда есть противовес, она все время держит равновесие. Или, как знаете, такая детская игрушка была, помните, там матрешка-неваляшка такая. Вы как не наклоняете, она опять встает. Вы наклоняете, она опять встает. Почему? У нее там есть это основание. Вот, чтобы сохранять невозмутимость в любых жизненных обстоятельствах, вы должны накапливать покой. Слышите, на чем акцент нужно сделать? Не на борьбе с эмоциями, когда они у вас уже зашкалены. А как накапливать покой? Умейте отдыхать. Умейте отдыхать, да. Умейте насыщать свое тело жизненной энергией. Это спорт, это свежий воздух, это прогулки. Это правильный режим дня, потому что тело должно глубоко отдыхать. И, например, медикам известно, что наша нервная система отдыхает, я вас сейчас удивлю, с 10, с 22 до 24 часов ночи. Вот в эти 2 часа отдыхает нервная система. Разные органы отдыхают в разное время, ночь. Нервная система отдыхает вот в этот период. Если в этот период вы не ложитесь спать, вернее, до 10, или, может быть, с небольшим запасом, вы не даете возможности своей нервной системе восстановиться. Посмотрите, это такие простые секреты. Если вы проанализируете, ну не то, что проанализируете, просто поговорите с людьми, которые очень оптимистичны по жизни. Вот видите, смотрите, они не то, что справляются со своими эмоциями, они просто оптимистичны, они радуются. У них просто нет стрессов. Ну есть такие люди. Вот если вы с ними пообщаетесь, очень многие из них встают рано. Да? На рассвете. Потому что ранний подъем вы как бы открываетесь как бы к энергии солнца, которая начинает вас питать. Только не думайте, что солнце встает в 7 утра или в 8 утра. Нет, нет. Солнечные лучи начинают питать планету намного раньше. Нужно вставать в 5 утра, в 6 утра. Ну вот, ну не позже. А лучше даже в 4 утра. Ну, потому что нужно насыщаться энергией. Энергии расцвета, которая постепенно приходит. Как будто, знаете, как вот, когда вы встаете рано, вы как стаканом начинаете зачерпывать эту энергию, она входить в вас начинает. Да, еще один такой простой секрет, как накапливать спокойствие. Следующий секрет. Много секретов сегодня будет. В вашей жизни должны быть друзья. В вашей жизни должны быть хорошие отношения. Потому что хорошие отношения, они питают нас вот этой тонкой эмоциональной энергией. Если в вашей жизни есть круг таких близких друзей, семья, близость, люди, с которыми вы можете разделить какие-то ценности, почувствовать их поддержку, рядом с которыми вы просто хорошо, потому что вы просто чувствуете близость, слушайте, вам будет давать это огромную защищенность в жизни. Даже если будут приходить какие-то стрессовые ситуации, и вам будет сложно справляться со своими эмоциями, вы сможете пойти к таким людям и побыть просто в их поле. Вот это еще один секрет. Ну и еще один секрет в отношениях, знаете какой? Это наставники и учителя. Потому что в самокритических ситуациях нужно получить просто совет какой-то мудрого человека. Раскрыть свое сердце, спросить, попросить о помощи и получить какое-то очень мудрое наставление. В вашей жизни есть учителя? Ну, задумайтесь. Если вдруг нет, знаете, как они появляются? Когда просто появляется ученик внутри вас. Ученик, который просто принимает авторитет кого-то, просто советуется, спрашивает. Ну, конечно, для этого придется переступить через свое эго, которое говорит, я самый умный, я сам со всем справлюсь. Слушайте, мы далеко не совсем можем справиться в жизни. И если вы культивируете у себя такое убеждение, я сам со всем справлюсь, жизнь иногда может очень больно ударить, и вы с этим можете не справиться. Поэтому выстраивайте вот эту систему, как бы такую, знаете, защиту вас от неблагоприятных воздействий внешней среды. Ну, еще одна вещь, которую я назову, которая позволяет преодолевать стресс. У вас есть интересное дело в жизни, которое вас увлекает, которое вас вдохновляет. Когда вы просыпаетесь и просто думаете, что будете заниматься этим сегодня, и вам становится уже хорошо, просто от одной такой мысли. У вас есть какие-то любимые дела в жизни? Может быть, они есть, но, может быть, вы мало уделяете им времени, уделяете больше, потому что это будет вас очень сильно питать внутренне. Вот эта энергия энтузиазма, вдохновения. Ну, и в конце концов, вы знаете, поверьте, скажите жизни «да». Потому что есть ваш путь в этом мире. Есть ваше предназначение. Есть какой-то высокий смысл в вашей жизни. Вот научитесь жить с этим чувством просто. Вот такие советы я дал бы вам. В этом поиске. Как же обрести спокойствие? Как же защититься от каких-то эмоций, которые вас начинают просто разносить на части? Ну и последнее самое. Вы знаете, вот когда эмоции уже понесли, давайте немножко отметим этот момент. представьте мысленно, что прошло много-много лет, и вы оглядываетесь назад и смотрите вот на этот эпизод жизни, когда вам было так плохо, когда все валилось из рук. Прошло много-много лет, и вы издалека как бы оглядываетесь назад и смотрите на этот эпизод своей жизни. Может быть, прямо сейчас это сделаете? Вот интересно. Какое у вас чувство возникнет, когда вы так издалека как бы посмотрите на него? А можете, знаете, что еще сделать? Из космоса посмотреть. Вот на эту планету Земля. И там где-то на этой планете Земля есть вы. Там где-то, вот там, среди материков. И этот человек, вы, очень чем-то обеспокоен. Вот из космоса посмотрите туда. Интересно, какие чувства у вас при этом возникают? Субтитры создавал DimaTorzok